Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, спасибо за возможность выступить с докладом, который также касается эволюции лекарственной терапии. То, что было озвучено в предыдущих докладах, в частности касательно HER2 позитивного подтипа, это был вызов в онкологии и в какой-то степени можно сказать, что с этим и на уровне биологических аспектов, так и лекарственной терапии есть большие подвижки. И мы видим агрессивный подтип, который еще лет 10 назад казался, опять-таки, в каком-то плане неизлечимым, то есть с крайне плохим прогнозом. А сейчас, благодаря выявлению механизмов и в частности HER2 экспрессии и препаратов, которые могут воздействовать, мы имеем совсем другую картину. Ну, доклад я опять-таки начинаю с клинического случая. Пациент 35 лет, ЭКОК-1, мутация не выявлена. В 2016-2017 году пациент получил лечение по поводу рака левомолочной железы клинический Т2Н2М0. И гистологически это и невазивная карцинома G3, и иммуногистохимические триженегативные подтипки 45%. И два года назад пациент получил 4 цикла наодеванта полихимиотерапии по схеме АЦ и 4 цикла доцитоксела. Достигнут частично регресс. В последующем пациент был подвергнут мастектомии. Резидуальная опухоль 12 на 11 мм, клеточность опухоли 45%. Метастаз 3 мм в одном из 8 лимфатических узлов. Иммуногистохимический уже, так скажем, 4 цикла негативная опухоль, так как и андрогеновых рецепторов не выявлено. В адевантном режиме пациент получил лучевую терапию и химиотерапию препаратом капицитабин. Через 10 месяцев после завершения приема капицитабина у пациента выявлены метастазы в печени и легких. И какую опцию терапии вы выберете в качестве первой линии лечения? Это первые 3 химиопрепараты. Лебулин, гемицитабин, карбоплатин, напоклитоксил в комбинации с атозолизумабом. То же самое только после биопсии метастатического очага. И седьмой биопсии доступного очага с определением ПДЛ-1 и терапией напоклитоксил от атозолизумаба. Просьба запустить голосование. Спасибо. Глубоковажаемый IT-отдел, пожалуйста, пока докладчики не проголосовали, не показывайте нам голосование, а уже по результату. Спасибо большое. Да, а то как в случае с Татьяной Юрьевной могу сказать, да, возможно уже последующий доклад теряет свой смысл. Ну, вообще, как бы, начиная обсуждать трижды негативный подтип, мы возвращаемся, во-первых, к иммуногистохимическому определению данного диагноза и его корреляцию с исследованием ПАМ-50. Ну, опять-таки, это то, что данная группа неоднородна, это касается, наверное, всех иммуногистохимических подтипов. И те исследования, которые были, ну, в частности, вот подтипы, которые в последующем выделены Лехманом, их уже, именно трижды негативного, уже семь подтипов. Это базально подобный первого типа, второго типа, это иммуномодулирующие, мезонхимиально-стволово-подобные и экспрессирующие рецепторы андрогенов. И, казалось бы, ну вот, уже есть разнообразие, куда же дальше, но есть еще интегративные кластеры базально-подобного рака молочной железы, основанные на геномных и транскрипционных данных при оценке генной экспрессии. И их уже десять. Ну, естественно, динамика трижды негативного рака молочной железы, наверное, всем уже известна. Во-первых, это высокий риск метастазирования в первый год после хирургического лечения. Это частое метастазирование висцеральных органов и крайне неблагоприятный прогноз. Со средней общей выживаемость в среднем составляет 12-18 месяцев. При этом мы видим два пика вот этих лицидивов. Это в течение первого года и где-то на седьмой год также отмечается. Также всем известен парадокс трижды негативного рака молочной железы. С одной стороны, мы в большей частотой, чем при люминальных подтипах на фоне неодювантной системной терапии, химиотерапии, можем достичь полного морфологического регресса. Ну, здесь указано 20-30, но при этом у нас есть работа, где и 60% указывается. Но при этом в той группе, где мы не достигаем вот этого полного морфологического регресса, у нас крайне неблагоприятные показатели выживаемости. Вот соседний слайд, здесь также оценка безрецидивной выживаемости в зависимости от достижения PCR при оценке RCB. Ну вот RCB 0 и 1, опять-таки, довольно-таки хорошие показатели, то есть почти 85% и выше. Но вот RCB 3, это уже, можно сказать, катастрофа. В течение двух лет почти 70% пациентов имеют рецидив заболевания. И крайне необходимо дальнейшее изучение биологии трежнегативного рака молочной железы и выявление мишеней для разработки таргетной терапии. Вот в последние вот десятилетия основные усилия были направлены на то, чтобы классифицировать трежнегативный рак на отдельные клинические молекулярные потипы, которые могли бы определить решение для при лечении. И вот это из статьи 2019 года из журнала Cancer Discovery, где авторы представили обзор сложных взаимодействий между молекулярными классификациями трежнегативного рака молочной железы на основе геномной, троскептомной, протеомной, эпигеномной, иммунной характеристики опухоли и ее микроокружения. И тоже получается довольно-таки сложная система, но это в принципе то, что нам открывает возможности для последующих разработок принципов терапии. То, что мы сейчас имеем более понятное, да, та схема довольно-таки запутанная. Для базально подобных потипов основными препаратами являются парпингибиторы или генотоксические агенты. Ну вот в принципе указано все, что касается вот потипов. Я хотел бы сегодня остановиться только на иммуномодулирующем потипе, потому что вот именно трижды негативной возможности терапии, это, наверное, целый день можно посвятить только этому потипу. Ну, почему иммунотерапия при трижды негативном раке молочной железы мы вообще рассматриваем? Во-первых, трижды негативного рака молочной железы характеризуется высокой частотой мутации, что больше чем 13 раз чаще, чем при нормальных клетках молочной железы. Схарактеризуется образованием большого числа новых опухолеспецифических агентов. И все это приводит к стимуляции иммунного ответа. Также известно, что при эффективном иммунном ответе активированные Т-клетки перемещаются к опухоли и инфильтрируют ее. При трижды негативном раке молочной железы, в отличие от гормона чувствительного рака, уровень инфильтрирующих опухоли лимфоцитов значительно выше. Инфильтрация опухоли лимфоцитами определяет лучший прогноз при трижды негативном раке молочной железы, как видно, разница до 30%. И увеличение уровня инфильтрации лимфоцитами стромиопухоли на каждые 10% определяет снижение риска смерти на 19%, снижение риска отдаленных метастазов до 18% и снижение риска смерти или прогрессирования на 14%. Экспрессия PD-L1 мы можем выявить на клетках опухоли и микроокружения. И в принципе это подавляет противоопухолевый ответ. PD-L1 выявляется в 20% случаев при раннем раке, трижды негативного рака молочной железы и до 40% случаев при метастатических формах трижды негативного рака молочной железы. Экспрессия PD-L1 на иммунных клетках определяет лучший прогноз. К сожалению, до сих пор нет единого порога экспрессии для трижды негативного рака молочной железы. В исследованиях оценивалось от 1 до 5% и больше 5%. Таким образом, высокая частота мутации, инфильтрация опухолей и лимфоцитами и экспрессия PD-L1 на опухолевых иммунных клетках – это то, что позволяет нам рассчитывать на эффективность иммунотерапии. Касательно препаратов именно для анти-PD-L-PD-1, я хотел бы представить сравнительное исследование первой фазы, где исследовалось доза, зависимый эффект от азолизумаба, там от 0,01 мг на килограмм до 20 мг оценивалось. И пембролизумаба – это исследование Кейнот, когорта B, A и B, где одна линия или больше двух линий. Как видите, и хотел бы отметить, что это монотерапия. Как вы видите, на фоне данных препаратов, как в случае от азолизумаба, так и пембролизумаба, 26-23% достижение частичного или полного ответа. Согласитесь, довольно высокий для монотерапии метастатических заболеваний. Время до прогрессирования в случае от азолизумаба, вот с медиана, составило 1,4 месяца, для пембролизумаба 2,1 месяц. Но при этом медиана длительности ответа для азолизумаба больше 20 месяцев, для пембролизумаба 10 в первой линии и 8,4 во второй и последующей. И медиана общей выживаемости при метастатическом трижды негативном раке молочной железы вот в этих исследованиях на монотерапии почти год. Также в группе пациентов, где был достигнут полный или частичный ответ, мы видим 100% показатель выживаемости. Также интересна комбинация данных препаратов с химиотерапией. Синергичный ответ связан с снижением активности у Т-регуляторных клеток, увеличением презентации антигенов на опухолевых клетках. И в целом химиотерапия увеличивает сама, увеличивает экспрессию PD-L1 на опухолевых клетках и инфильтрацию опухоли CD8-позитивными Т-клетками. Ну, это вот как происходит вот это взаимодействие. Таким образом, чекпоинт-ингибиторы в терапии трижды негативного рака именно в комбинации с химиотерапией – это та опция, которая и в настоящее время проходит массу исследований. И большие перспективы связаны именно с этим режимом. Ну, касаясь данных препаратов, нельзя обойти исследование МПАСИОН-130, которое было представлено, обновлено данным в этом году и на ЭСМА, и на АСКО. И какие же результаты? Ну, во-первых, в данном исследовании участвовали пациенты с метастатическим или неоперабельным трижды негативным раком молочной железы. По рандомизации пациенты получали или атазолизумаб с напоклитокселом, или плацебо с напоклитокселом. Основной целью исследования была эта выживаемость без прогрессирования, а также оценка общей выживаемости. Ну, почему выбор напоклитоксела? Данный препарат не требует при медикации кортикостероидами, а, как мы знаем, кортикостероиды снижают иммунный ответ. Ну, дозы здесь были подобраны согласно режиму введения, то есть атазолизумаб рекомендовано 1200 мг, это раз в три недели. Но с учетом того, что здесь была разбивка на первый 15-й день и был 28-дневный цикл, доза была 840 мг. Статус PDL1 определялся с помощью иммуногистохимического анализа SP142. Ну, вот цели, которые были, я уже озвучил. В исследовании было включено 902 пациента, и у 41% была выявлена PDL1-экспрессия, из них у 27% это было больше 1% до 5%, и у 14% больше 5%. По исходным данным пациенты в целом были, группы были сбалансированы, и также приблизительно у половины пациентов в надевантном или в надевантном режиме были токсаны. Первичный анализ, который был проведен в прошлом году, показал, что время беспрогрессирования в общей популяции в группе пациентов, не получавших атазолизумаб, составило 5,5 месяцев, и 7,2 в группе пациентов, которые получали атазолизумаб. То есть разница 1,7 месяцев. При анализе в группе именно PDL1-позитивно данная разница составила уже 2,5 месяца. Промежуточный анализ, который был проведен уже в этом году, показал уже более существенную разницу. То есть в общей выживаемости в общей популяции 18,7 месяцев без атазолизумаба, 21 месяц с атазолизумабом. И при анализе того же общей выживаемости в группе PDL1-позитивных пациентов разница уже 7 месяцев. То есть согласитесь, что такая разница довольно-таки существенна для группы пациентов, где лечение в принципе средняя продолжительность жизни в среднем год. И то, что касается вообще вот этих показателей. Вот монохимиотерапия у этой категории пациентов, включая там капицитабин, эребулин, гемзар. Как правило, безрецидивная выживаемость это 5-6 месяцев, а общая выживаемость от 12 до 15 месяцев. То есть в данном случае мы имеем комбинацию, которая почти в два раза дает выигрыш. По нежелательным, по профилю безопасности группы были в целом сопоставимы. По ответу на терапию вы видите, что довольно-таки высокую частоту достижений как полных и частичных ответов. В группе PDL1 это почти 60%. Я не буду останавливаться на профиле безопасности. В целом группы были сопоставимы. Только отмечу, что три случая смерти были в группе с отозолизумабом и один случай в НАПА-клитакселла. Но наиболее распространенные нежелательные явления в целом были схожи между группами. Из серьезных нежелательных явлений, это по сравнению между группами, разница 23-18%, но по каждой позиции разница не превышала 2%. Таким образом, данное исследование впервые продемонстрировало пользу противораковой иммунотерапии при метастатическом трижды негативном раке молочной железы. Профиль соотношения пользы и риска от отозолизумаб плюс НАПА-клитакселла подтверждает изменения в практике применения первой линии терапии. И мы впервые достигли, ну вот именно в этой категории пациентов, плюс 7 месяцев улучшения медианной общей выживаемости. Давайте еще раз вернемся к нашему клиническому случаю. Я думаю, все помнят. Просьба запустить голосование. Если уже проголосовали, просьба результаты показать. В целом, хотел бы в конце отметить, что данная схема в апреле прошлого года была зарегистрирована в Российской Федерации. Он уже присутствует в рекомендациях РОМ, АОР и РУСКО. И, скорее всего, уже в следующем году он появится в наших КСГ-группах. И это та опция, которую мы сможем уже назначать нашим пациентам. Спасибо.